Здравствуйте! В очередной раз уже в 71 по счетам в эфире еженедельная программа Weekend Navigator. И мы вместе сейчас составим график ваших перемещений на грядущие выходные. Давно мы не приглашали вас в театры, а совершенно зря. В эту пятницу в театре драмы премьера. Постановка «Мальчики» по мотивам классического произведения Достоевского «Братья Карамазовы». В субботу там же артисты играют дюймовочку и эпатажный спектакль «Лэйдис Найт». А в воскресенье труппу ждет зрителей в 17.30. В это время стартует полюбившийся спектакль «Слуга двух господ». В музыкальном театре также насыщенная программа. В пятницу оперетта «Сильва», в субботу «Летучая мышь». А вот в воскресенье детский спектакль «Снежная королева». Обязательно посетите и театр «Кукол». А теперь расскажу подробнее, куда еще можно сходить, чтобы развлечься. Конно-акробатическое шоу Тамерлана Нукзарова ждет вас каждые выходные до 1 декабря в Ивановском цирке. Приходите обязательно тем, кто устал жить в рутине и тем, кого не радует пейзаж за окном. В этом представлении вас удивит и порадует буквально все. Мастерство артистов, трюки животных, яркие костюмы и элементы шоу в лучших европейских традициях. Выбор нашей редакции – номера с медведями. Косолапые действительно удивляют. В цирке должны прежде всего трюки исполнять. Вот как Цветкова, как медведи работают, как обезьян работают, как джигит работают, как лошади работают. Это настоящий цирк, потому что сегодня, знаете, чуть-чуть, как вам правильно сказать, нет запарков. Уже зверей меньше видят, только по телевизору все. А в цирке все натурально. Можно близко посмотреть, можно близко увидеть. И что мы репетируем со зверьми – это удивительно. Эта кинонеделя богата на триллеры. На экраны выходят сразу две картины. Первая из них – это «Доктор Сон», экранизация Стивена Кинга, которая является продолжением романа «Сияние». Очень много надежд возлагается на этот фильм, поскольку экранизация «Сияние» стала культовой картиной. Соответственно, «Доктор Сон» тоже многого ждут. А второй картиной стал российский фильм «Девятая», где смешались жанры триллера, ужасов и детективов. Тоже достаточно многообещающий. Действие фильма «Девятая» происходит в Петербурге конца 19 века. Одно за одним находят восемь тел молодых девушек. Следователи предполагают самое худшее. По версии детектива, роль девятой жертвы предназначена молодой девушке из Великобритании, выдающей себя за ясновидящую. Оказывается, что это не просто заурядные преступления, а нечто зловещее и таинственное. Эти убийства – часть ритуала. Их цель – открыть врата. Ада. Господи, как в сказке. Дорогие друзья, приглашаем вас на наш концерт в вашем городе. Будет весело, жарко и душевно. Поехали. Баянмикс. Новая программа. 21 ноября, 18.30. Филармония. Здравствуйте. Приглашаю вас на 3D Body Art Festival, который впервые пройдет в городе Иваново. В нем соберутся лучшие художники России, они будут рисовать светящимися неоновыми красками и все это наблюдать в 3D-очках. Это будет в ресторане «Встреча» 17 ноября в 18.00. Гостей ждет незабываемое шоу на пилоне, состязание лучших специалистов росписи по телу со всей России и зарубежья, дефиле моделей, фейс-арт, необычные фото-зоны, зажигательное шоу-программа, живая музыка, призы и подарки. Для тех, кто, несмотря на все вышеперечисленное, не сумел найти мероприятие по душе, мы продолжаем. 9 ноября, в субботу, в зале областной филармонии пройдет концерт в честь трехлетия студии «Оперение». Это будет благотворительный театральный показ. Зрители увидят полюбившиеся отрывки из спектаклей, которые сделаны в Ивановской студии, и познакомятся с гостями из «Оперения» города Казани. В субботу также организаторы приглашают ивановских знатоков поиграть в любимую игру «Что, где, когда». Чемпионат начнется в 14.00. В этот раз в формате ТОП-1000 от Бориса Моносова. Пошевелить мозгами – это полезно, обязательно приходите. На этом у меня все. Мы за качественный отдых. Надеюсь, вы тоже. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин